Позвольте, вы Гурин, да? Гурин. Мягкий добряк, вот одним словом можно так назвать его. Но я предлагаю выпить за великого хоккеиста Гурина. Ты настоящий хоккеист, ты наш парень. Как будто бы специально для него писали роль, а это было совсем без учёта существования Саши Фатюшина. Александр Фатюшин. Талантливый многогранный актёр, создавший за свою короткую жизнь яркие образы, которые зрители будут помнить долго. Он вообще был такой счастливец, потому что судьба ему отпустила очень много. Он был из настоящих артистов, не таких наученных дрессированных кроликов, а он и Грунчик был. Александр Фатюшин – человек поистине уникальный. О нём никто никогда не сказал ни одного плохого слова. Только одно хорошее я могу про него сказать, только одно хорошее. Всем известен не только Фатюшин – актёр, но и Фатюшин – футболист. Футбол он не просто любил. Он просто был талисманом. Его таскали во все страны и континенты, чтобы он рядышком был, и если Саша рядом, они выиграют. Родной, простой, близкий, а самое главное – верный и надёжный. Самый настоящий друг, потому что в любую минуту на помощь он всегда мог прийти. Никто не мог даже представить, что всегда весёлый, внешне полная силы здоровья Фатюшин так отчаянно нуждался в помощи. Вот что-то такое давлело над ним. В тот роковой день он, как всегда, болел за свою любимую команду. И умер-то он у телевизора, смотря футбол, в общем-то, Московского «Спартака». «Спартак» тогда проиграл, и сердце актёра не выдержало. А может быть, это красивая легенда, в которую хотят верить те, кто любил Сашу. Ты задаёшь себе вопрос, почему он двух забирает именно таких людей? Он только начал, только вот на взлёте, на подъёме ушёл. Как это случилось, и каким был Александр Фатюшин на самом деле, знает только самый близкий человек. Его единственная любимая женщина – его жена. «Жизнь с Фатюшином напоминает американские горки. Знаете, когда то тебя от счастья задыхаешься, то сжимаешься от ужаса. Вот так. Опа! Как, Серёжа, ждать не будем? Всё, сели за стол, всё, сели! Как это ждать не будем? Безусловно, самую большую популярность Александру Фатюшину принесла роль хоккеиста Гурина в фильме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». А я сижу и мучаюсь. Откуда мне ваше лицо знакомо слушать? Я же несколько раз передачи вёл с ваших матчей. Ладно вам. Это действительно было время взлёта российского хатея с шайбы. До знаменитости вы привыкли, что вам девушки сами на шее вешаются. А я не такая. Ну при чём тут знаменитость? Знаменитость, знаменитость. Тренер мне тоже всё знаменитость, знаменитость. А я, если хочешь знать, за всю жизнь только с одной девчонкой дружил. У нас вообще была очень замечательная компания. Мы все любили друг друга. И, естественно, мы и Сашу любили. И Саша всех нас любил. Сейчас уже невозможно представить, что этой звёздной роли Фатюшина вообще могло не быть. Когда появился сценарий «Москва. Сайзов не верит», там персонажа по имени Гурин не было вообще. Там был разговор Людмилы, что у неё там появился ухажёр. Он, так сказать, за кадром присутствовал. Но режиссёр решил ввести персонаж в кадр и попросил сценариста расширить роль. Написался вот такой персонаж, который уже в литературе стал очень объёмным и интересным, особенно с переворотом, который с ним произошёл во второй серии. Здравствуй, Людмила. Ты меня извини, пожалуйста, но это честное слово в последний раз. Ну, сколько тебе там должен? Ну, ещё для ровного счёта. А шнурки тебе не погладить? Унижаешь, да? Неужели ты не понимаешь, что если бы не крайние обстоятельства, я бы тебе сюда не пришёл? У тебя каждое утро эти крайние обстоятельства. Похмельный синдром называется. Психинатор-то Кренов. Люди знающие рассказывали, как какие-то великие спортсмены потом работали где-то в буфете грузчиками. И вот тут я благодарен очень ассистенту по актёрам. Она привела Сашу Патюшину. И он меня сразу расположил к себе, потому что человек, конечно, какой-то вот лёгкий. И, на моё счастье, он ещё оказался и жутким, так сказать, болельщиком, спортсменом. Как будто бы специально для него писали роль. И, может быть, одно из самых ярких проявлений его как актёра. Ну, много ты понимаешь, что в моей жизни для меня завязать расплюнуть, меня на тренерскую работу приглашают. Проваливай, я и так на работу опаздываю. Да ты что, не дашь, что ли? Ну, например, сцена, когда приходит он к ней, деньги занимать. Они там так дрались по-настоящему. Да всё, что ты привёз, ты ей против! Я заработал ей против, имею право! Она ему врезала, он так отошёл, чуть не на ухо, а глухо. Как можно ещё драться в кино? Ты же по-настоящему. Плюс мы играли в это. Нет, ну, по-моему, там видно, что у нас замечательные с ним отношения. Вот нам вот последние тебя даю! Вот 10 копеек на руку оставляй, проваливай давай! Ты человек, Люд, я седьмого кровь из носа! Как штык, я тебе всё отдам, Люд! Он, будучи моим мужем, должен мне 3 рубля. Когда мы праздновали лет 20, по-моему, фильмы... Александр Фатюшин! Здравствуйте! Здравствуйте! Все поздравляют друг друга. Он замечательное поздравление мне сделал. Он запаял старинные 3 рубля того времени, такая зелёная большая трёшка с бантиком. и торжественно вынес Митю 3 рубля и сказал, Людка, отдаю тебе свой долг. Митя там троечок был должен, да? Вот, я так решил, что лучше через 20 лет, чем никогда. Вот он. Вот какой красивый. Спасибо. Спасибо, дорогой. Ну, всё, пойдём. Я считаю, что это один из самых удачных, так скажем, образов спортсмена в художественном кино. До сих пор. Не могу назвать ещё другое, допустим, кино, да, игровое, когда спортсмен каким-то образом был представлен именно вот с человеческой точки зрения, со всеми слабостями, сильными сторонами. Спасибо вам, так сказать, за хорошие слова. Не люблю я их, да и нельзя нам. Сухой закон. Потому что за всем этим успехом, гламуром, там, я не знаю, там, болельщиками, огромной популярностью, это же люди. Люди, которые имеют свои какие-то, в общем, особенности. И вот мне кажется, что Саша смел, в общем, при всей трагичности всего, да, и как бы, ну, где-то, может быть, сыграл свою судьбу. Я не могу не затронуть вот эту тему, что касается вопроса Фатюшина и алкоголь. Фильм «Москва слезам не верит» – это такая палка о двух концах. Он дал ему такую путёвку в жизнь, популярность, народную любовь. Но, тем не менее, почему-то, даже не почему-то, я понимаю, почему. Зрители историю хоккеиста Гурина привязывают к жизни артиста Фатюшина. И даже ещё при жизни, Саша, все говорят, ой, это вы, ой, вы так хорошо пьяниц играете. Саша говорит, да, это я. А потом говорит, Лен, ну почему пьяница? Почему не помнят никто ни весенний призыв, ни одиночное плавание, ни Россию молодую? Всем встать смирно! Указом Его Величества поручик Крыков Афанасий Петрович производится в капитаны. Целуйте шпану, сударь капитан Крыков. С фильмом «Россия молодая» связана история, которая могла стать роковой. Снималась сцена повешения героя Александра Фатюшина. Актёр накидывал на шею верёвку и спрыгивал со ступенек. А подрезанная заранее верёвка в нужный момент должна была оборваться. Но она не оборвалась. Спасло то, что узел был завязан неправильно, и актёр успел просунуть руку. «Это что же ты делаешь, человече?» «Не могу так жить, отчего». След на шее не проходил очень долго. А чудом спавшийся Фатюшин с тех пор каждый год праздновал свой второй день рождения. Помимо этой работы и роли хоккеиста Гурина, которая, как считают многие, предопределила судьбу актёра, в его жизни было множество других драматических и неожиданных поворотов. Если персонаж в фильме «Москва слезам не верит», воля у судьбы превратился в самую знаменитую роль Фатюшина, то специально написанная для него большая роль мужа-секретарши Верочки в фильме «Служебный роман» по роковому стечению обстоятельств осталась за кадром. «Ты не забыл закрыть дверь на нижний замок?» «Я не должен больше давать тебе отчёт. Если ты помнишь, мы вчера разошлись». «Да, я помню. Ты держался очень грубо». Спектакль «Медея» ему прокололи случайно. Глаз его увезли в больницу, зашивали там роговицу, а он в это время уже отснялся в фильме «Служебный роман». «Доброе утро!» «Доброе утро!» Эльдар Рязанов ждал актёра сколько мог. Но выздоровление затягивалось. И тогда Фатюшин сам принял непростое решение и попросил режиссёра продолжать съёмки без него. Другого актёра Рязанова в этой роли не видел и решил вырезать почти все отснятые кадры. И в результате Рязанову пришлось убирать всю большую параллельную линию в роман секретарши с персонажем, которого играл Саша Фатюшин. Тоже обидно. Да, тоже ведь по-другому всё было. Даже семейная жизнь Фатюшина началась со странного предзнаменования, которое вдова актёра Елена Мольченко до сих пор не может забыть. «И вот из этого подъезда 15 апреля мы вышли. Мы вышли. Это апрель месяц, да? И вдруг раздаётся гром. Сверкает молния в апреле. Я думала, какой это знак. Я даже не предполагала, какое бурное море в грозу. И вот в эту непогоду мы не окунулись». Это было 15 апреля 1986 года. В этот день Александр Фатюшин и Елена Мольченко сыграли свадьбу. «Я был у них на свадьбе. И я видел, как они счастливы. Какое-то для Саши было событие. Они были очень хорошие пары». «Вот я привезла вас сюда. Здесь состоялась наша с Сашкой свадьба. Это было очень по-взрослому, очень по-богатому. Было приглашено 120 человек. И потрачена на это дело бешеная сумма аж 2000 рублей. Одну мы заняли у Рината Досаева, а вторую нам дали родители». «Ну, я был на их свадьбе. Зал на 50% состоял, так сказать, из актёрской публики, а 50% из спортивной. Очень много было спортсменов. Ну, по жизни, да, мы были очень близки. Не только, допустим, в плохих ситуациях, когда в тяжёлых, но и, наверное, нормальных, потому что все праздники, все юбилеи мы практически справлялись всё время вместе». 86-й год – это был такой жёсткий, сухой закон. Для того, чтобы народ оттянулся по полной программе, наш друг снял отдельный номер и алкоголь в ящиках. И Саша дал задание своему другу, другу детства, Коле Царёву, такое задание дал. «Коля, ты понимаешь, что это такой праздник, поэтому, пожалуйста, не пей, а чтобы, когда всё закончится, отвезти нас домой». Заканчивается торжество, я с цветами, подарки загружаю в машину, выходит Коля с таким ответственным заданием и говорит, «Ребята, такая радость, такая радость, я выпил!» «Тьфу!» И Саша говорит, «Ребята, и поэтому он сам сел за руль, и мы пилимся собственной свадьбой, жених за рулём». Вот такая у нас была свадьба. Я ещё тогда не понимала, что всё наше существование с 15 апреля совместное будет всё время сопровождаться какими-то обсуждениями. Всем было важно, что происходит в нашей маленькой семье. А важно было потому, что Фатюшины любили все – коллеги, друзья и, конечно, многочисленные поклонники. Образ мужественного, надёжного своего парня приковывал внимание и особенно женское. Хорошо, что вы меня заметили. Невероятно популярен Фатюшин стал после первой большой роли в фильме «Весенний призыв». Что с вами? Ничего. Всё в порядке. «Весенний призыв» с Игорем Костолевским они там как раз играли. Однокурсники. Очень хорошая. А, Лапалыч, ну что же у тебя ствол отходуном ходит. Вот. Теперь курок спускай. Плавно-плавно. Ну вот. Десятка не меньше, а ты нервничаешь. Я вспоминаю, как мы снимались в фильме «Весенний призыв». Я прочитал сценарий и я понял, что вот этого сержанта может играть только Саша Фатюшин. И, в общем, ну я предложил Сашу. Стой! Ну что ж, Полухин, ходите вы хорошо. Я бы даже сказал, отлично ходите, но вот улыбаться при ходьбе не надо. Мы снимали в Ужгороде, там в части, в западной Украине. Саша купил венгерский халат, он вообще любил такие вещи. И он в городе Ужгороде ходил в этом халате по всей гостинице, а утром выходил на балкон и, значит, перевешиваясь через перила, спрашивал, там пиво завезли, вот в этом халате, во всем. Ему очень нравилось в это играть. Он был артист. Я сам знаешь, как службу начинал. Два наряда, три наряда, я хуже, мне хуже. В армии самое страшное, что он обидит. А вот пережег себе обиду, вот тогда ты, человек. Я помню, когда мы приехали на премьеру в Рязань с весенним призывом, Сашу еще тогда, но не очень знали, я видел, как его обожало Рязань, как они гордились им, дорожили им, как они вообще воспринимали это как личную победу, то, что происходило с Сашей. У него действительно такие крепкие были корни. Он из Рязани, у него отец и брат работали таксистами. Такие крепкие работяги. И Саша из этой среды, но выломился, стал вот актером каким-то таинственным образом, как это и происходит со всеми нами. По-моему, талант этот прорван. Внутри так много, что отдаешь, отдаешь, а все равно не кончается. У него такие были крепкие связи со своей природой, родной, землей, что называется. А вот у нас на Окея в прошлый отпуск сама поймал. Часа четыре все деревни тянули. Давай-давай. Не, ну точно. Топором потом на уху рубили. Под Рязанью, что ли? Ага. Рязанские фотографии. Он приезжал в Рязань, он трепетал просто. И так радовался, когда я говорила, не надо ехать на машине, давай пешком походим. И мы гуляли пешком по Рязани, он заглядывал мне в лицо и был счастлив, что мне нравится город, в котором он родился. И он рассказывал мне про все улицы, где он ходил в школу, где у него что, где как. И обязательно мы ехали в Константиново, на родину Есенина. Фатюшин не просто любил Есенина. Он сам писал стихи. Он мог часами читать стихи. Вот свои, вот именно. Вот понимаете, когда человек на протяжении полутора часов на ходу сочиняет стихи. Он вообще был талантливый очень человек. И когда я немножечко познакомилась, познакомилась с этим, я была настолько поражена, что я боялась ему сказать. И потихонечку, как на ушке, только я говорю, Лена, я умоляю тебя, только не говори, Саша, об этом, не говори о моем опасении. Я как-то насторожилась. У него какие-то все стихи очень пессимистические и связанные со смертью все время. Саша, я сколько помню, вот сколько мы жили, Саша в то время говорил очень фатально о смерти, вот так по-есенински, по-рязански. Когда уйду от вас, а речей не надо, слова вы для живых поберегите. Берегите. И может быть, что просто добрым словом друзьям своим и близким жизнь продлите. Я стала говорить, ну, Сань, ну, нельзя так часто об этом говорить. Потом он мне показал стихи, где об этом говорилось, о том, что все время как-то он возвращался к этой теме. До тех самых пор, пока это не стало совсем близко, когда стали уходить друзья, когда не стало одного, не стало другого. и вот тут он стал как-то поосторожнее с этими словами, потому что у него, если что, я там, я повешусь, я зарежусь, я убьюсь, я повру, я все-все-все-все-все-все. Было понятно. Но такие люди долго не живут. Но об этом знали только самые близкие люди. И всячески оберегали, предупреждали, заботились. А для поклонников Фатюшин был олицетворением здоровья, мужества, силы. Ну-ка! Многим он даже казался русским Рэмбо. Ох, елки! Фотография. 86-й год. У нас стоит Рэмбо с ручным пулеметом, а я с гранатометом. Русскими Рэмбо называли в Голливуде главных героев советского боевика одиночное плавание. Ничего не поделаешь. Мужская работа. Девять граммов сердца. Постой. Не дари. Говорила мама, сиди дома, сынок. Он прошел с большим успехом, с огромным. Даже неожиданно огромный успех был. Прошел по десяткам стран мира практически везде. Что в нем было главным? Это то, что мы впервые за какие-то голые долгие показали наших солдат не с рогателем, не в этих телогрейках, в ушанках, а крылатые ракеты, эсминцы и так далее. Показали достойной армии, которая может и врезать. Лучше с ним не связаться. Парадокс в том, что в фильме, где на экране герои вооружены до зубов суперсовременным оружием, на самом деле... Не давали оружия на съемки. Мне командир подразделения спецназа дали пистолет Макарова и все. Я говорю, а где же? Разгрывусь, и говорит, нет, здесь написано Багин Макаров и все. Представляете? Саша возмущался там, ну вот автомат кладет, больше ничего. Ну-ка, ребят, это же спецназ, морпихи, то есть это специально. Ну и походу приходилось вооружаться. Смешная история, конечно. Это сцена, где мы там бежим, снимем, потом кидаем ножи эти. Ножи не дали Александр. Думали, думали, что штык ножей кидаем. Представляете? Я, значит, отсюда бросаю. Ну, Саша бросает и бежит, я ему говорю, Саша, Саня, волосатого там, значит, живьем здесь. Саня, живьем этого волосатого, живьем! И по дороге хватают две М-16. Винтов, пихнем. И вторую бросаю, куда две, одну. М-16 бегу. И потом, когда мы выбегаем, я уже финал, у меня в руках М-16, а ее же не было. И сценария не было. Но я вам открываю такую маленькую тайну, значит. Съемки были тяжелые, особенно на Кубе. Август, 36 в тени. И влажность, это хорошая баня такая. И мы снимаемся. И все подписывают то все. Саша хоть бы слово, когда сказал. Злой рок постоянно преследовал актера. Во время съемок он опять чуть было не погиб. Раздается выстрел противника. Ну, холостой вроде бы. Холостой выстрел, ну, чтобы не было пустая труба, зарядили ее, значит, деревянной болванкой. Но она полетела со свистом, как настоящая. И от меня вот на таком расстоянии, а от Саши вот на таком прошло. Он очень чудным остался жив. Вот посмотришь, такое кино. Сука! А что вы читали? Книжку. Интересно. А как называется? Три товарища. Не читал. В фильме «Москва слезам не верит», робкий и застенчивый Гурин, звезда хоккея, сам делает первый шаг к знакомству со своей будущей женой. Никогда не делайте больше этого, Сережа. В жизни же все было наоборот. А вот в этом коридоре я вам сейчас расскажу историю коварного обольщения звезды кино Александра Фатюшина. У нас был такой спектакль «Жизнь Лима Сумгина». Лютов. Люта ненавижу скуку жизни. Он весь из себя играет такого капиталиста Лютова. А я в массовке. В массовку мы играем студентов, цыганок, монашинок. А он уж я не знаю, что там у него происходило в жизни, но он в таком вот шикарном виде ходит по коридору и напевает «Знаю я, не так уж молод, я, но еще могуч мой молод». А для меня тогда действительно, он на 12 лет старше меня, я думаю, действительно не молодой человек. И я раз прошла мимо него, потому что это вообще такое зрелище завораживающее. Раз прошла в костюме студентки, раз, значит, второй прошла мимо него в костюме цыганки, он ноль внимания. И когда я в третий раз прошла в костюме монашинки, а костюм монашинки – это такой кусок мешковины вот с такими разрезами. И я пробежала мимо него, я забежала в гримёрку, оставила маленькую щелочку и легла на диван, типа я так устала, а вот здесь так в кусок выставила ноги. Такая обладает студентка на отдыхе. А он ходит, я не так уж молод, видел, что зашла в гримёрку девушка. Опа! И заглянул туда. Я косяка даванула, думаю, зафиксировал, зафиксировал. Что происходит с молодёжью? Ничего мила, котёнок. Гибельно мила. В актёра Александра Фатюшина Лена была влюблена с детства. Училась я в девятом классе. И моя одноклассница, Лена, в нашем кинотеатре «Дружба» показывают эротический фильм «Осень». Один сеанс в 8.30 утра. Мы, значит, встаём в 7 часов утра, чтобы посмотреть эротический фильм. На 20-й минуте я начинаю засыпать, пока не появляются два колхозника. Фатюшина и Гундарева. Они там играют в местных жителей. Это очень смешно. Они там что-то рассказывают про своё, про жизнь. Жить, конечно, можно при машине. Машина, она заработает. В поле вот пупок драть, шибко, не разгуляйся. Как же много он тебе сам заработает. Вот с моё наём посиди. С темным-темным. Такой эротический шок я пережила в 9-м классе. Народная молва уже давно поженила Фатюшина и Гундарева. Не выходи! Если ты сделаешь ещё один шаг... Ой, больно! Пусти, хулиган несчастный! Ты думаешь, если я в тебя влюблена без памяти, то меня так назовешь без красивых слов, без любви. Блистательно сыгранные любовные истории на сцене, театре и на экране только подтверждали эти слухи. Бедный человек. Бедный. Женила я тебя за себе. Я думала, ты меня полюбишь. А ты не смог. На самом деле у Александра Фатюшина был роман, но не с Натальей Гундаревой. Ай! На ручку! На ручку! Поцеловать! Гундарева всю жизнь оставалась его близким другом. Это была тайна за семью печати, но все знают, что у него роман с замужней женщиной. Наличие таинственной соперницы не остановило молодую актрису. Она решительно ринулась в бой. Роман у них начинался так, как на моих глазах. Не влюбиться в него было просто нереально. Это была очень такая трогательная история, потому что когда Саша, понимаете, он был человек вообще очень такой, который весь, целиком был поглощен этим чувством. И это было видно, как он светился, как он... Он очень любил Лену. И я видел, как они счастливые. Мы выходили из метро. Сейчас я расскажу, вы подумаете, что мы сумасшедшие были. Ну, мы такие и были. Мы выходили из метро, и так нас перло, вот прям... Он брал меня, сажал себе на плечи, и говорил, пой. И я у него на плечах, я пою, он меня несет. Вот так возвращались с работы. Через месяц Александр сделал Елене предложение. За мосту, господа! За мою невесту! За мою невесту! И мы поехали в ювелирный магазин, и он сказал, выбирай. У него же все, что она выбирает. А я девушка скромная, я выбрал самое маленькое, самое тоненькое колечко, которое я храню, как зимний звук. Молодая жена была готова разделять все увлечения мужа. И прежде всего, его самую сильную страсть. И потихоньку я так потела на футбол, хотя, я признаюсь честно, я до сих пор даже правил так толком не знаю. Он заядлый футболист, он дружил с большими людьми по футбольной линии. Это вся такая его жизнь была. Ну, Сашу вообще все за своего принимали. Его за хикеист принимали. Ну, поскольку в нем действительно такая природа, такая органика, что Саша везде был свой. Спортсмена его обожали. Он льнул, и они к нему льнули очень сильно. Значит, он был свой человек в Спартаке московском. Он спартаковец такой, до мозга костей фанат. Он был болельщиком Спартака, и мы познакомились с ним, в общем-то, случайно, когда ехали в трамвае. Он меня окликнул, в общем-то, и мы так вот познакомились. И с тех пор, в общем-то, всегда были вместе дружины. Александр Фатюшин стал настоящим талисманом российской сборной. Его таскали во все страны и континенты, чтобы он рядышком был, и если Саша рядом, они выиграют. Представляете, до какой степени вот такая вот любовь была? Он постоянно с ними ездил на все матчи, на все игры, переживал, болел. Спортсмены отказывались выезжать на ответственные международные соревнования без своего талисмана. Для нас очень важно в то время была вот эта небольшая обычная группа людей, которые могли нас поддержать, что напряжение колоссальное на Олимпийских играх. И мы благодарны от, как называлась, группу поддержки. В свое время и Кобзона, и Лещенко, и Винокур, и Евгений Павлович Леонов ездили, ну и Саша Фатюшин вот на 88-м году в Калгари. Это для нас был один из самых таких успешных турниров олимпийских, где мы очень здорово играли в Канаде, на родине хоккея. Елена Мольченко бережно хранит все, что связано с мужем. У нее чудом оказалась уникальная фотография, запечатлевшая события той олимпиады. В Калгари вот одна фотография только есть, где они молоденькие, молоденькие. Вот они, вот они молодые. Вот Катюша Семенова, Андрей Макаревич Волосатый. Александр Фатюшин был не просто заядлым болельщиком. Он сам всю жизнь играл в футбол. Вот по этой дорожке вдоль Патриарших Фрагов утром по воскресеньям артисты собирались у театра и шли играть в футбол. У нас в театре была сборная, Саша там играл в футбол, да потом к нему спектакль все время приходили, там хоккеисты, фетисов приходил. Крепкой дружбе с хоккеистом ЦСКА Вячеславом Фетисовым не мешал тот факт, что Фатюшин был фанатом Спартака. Я армейский парень, да, вообще вырос в ЦСКА с 10 лет. Эту тему мы никогда не касались. Нет, до лампочки было, это мой друг, Спартак мы и так обыграли, поэтому у меня на этой почте с ним никаких так скажем споров не было. Ну что, опять обыграли мой спорник. Ну, бывает. Что не спектакль, обязательно толпа приходит к Саше Фатюшину, у спортсменов целая куча, там всяких олимпийских чемпионов и так далее. Его обожали все, я говорю, действительно все. Играли в футбол, потом общались, или общались, потом играли в футбол. И он неплохо играл, он такой был, спортивный, значит, амбиции у него на поле, в общем, у него так проявлялись, это нормальное явление. Что значит не везет? Товарищ сержант, приказано получить оборудование. Получим. Получим. Перебей тест, сержант. Вас же отвлекли. Все в пределах правил. Поздравляю. Вы знаете, насчет футбола я не знаю, стал бы он футболистом или нет, потому что один раз я его видел на поле, когда здесь в Манеже мы так дружески были, играли, но для любителей он нормальный, для профессионала, конечно, я думал, что он не сгодился бы. Поэтому, наверное, все-таки каждому предоставлено в жизни своя роль, вот именно свое амплуа в жизни, это он актер, я футболист. Александр Фатюшин активно снимается. Но кинематограф словно испытывает актера на прочность. Главные роли ему предлагают редко. В основном он ярко и талантливо играет второстепенное, но не перестает надеяться. Когда я начал снимать «Любовь и голуби», я вдруг начал ловить на себя какие-то ревнивые взгляды Саши, из которых я понял, что он надеялся, что я возьму его на главную роль, на то, что играет Михаил. Хорошая. Он прилетел, прилетел, прилетел. Это меня несколько удивило, потому что, честно говоря, он не подходил для этой роли. Но у него были такие даже несколько жесткие шуточки в наш адрес. Ну, ты даешь, а? Ты, однако, даешь не я. Правда, когда вышла картина, он, так сказать, признал свою ошибку. Скажем так, что ли, он подошел с каким-то таким... Ну, что? Получилось? А от некоторых ролей в кино ему приходилось отказываться из-за занятости в театре. Легендарный режиссер Андрей Кончаров не любил отпускать своих актеров на съемки. Если я вам скажу, от каких картин Саше пришлось отказаться, потому что его не отпускали. Например, он мне рассказывал, что он практически был утвержден в фильм Кинзадза, но там была длительная экспедиция в пустыню, и его не отпустили. И он не снялся в этом фильме. Давай будем считать, что это каракумы. Ку! Человек. Ку! Конечно, ну, для актера обидная ситуация. Зато на сцене театра имени Майковского Фатюшин блистал в самых разных ролях. Мы глухие, слепые, равнодушные к свободе духа. У него были главные роли, он достаточно много играл в театре, и к нему в театре очень хорошо относились с самого начала. Все любили его в театре, любили, любили, и даже до такой степени, что вот он играл спектакль «Дети Ванюшина», и в театре называли «Сегодня дети Фатюшина». Гончаров его очень любил, очень много ему прощал, потому что он был абсолютно гончаровский артист. Андрей Александров Гончаров, наш учитель и главный режиссер нашего театра, однажды репетировал спектакль, а Саша был болен. У него была температура 38 с чем-то, и он говорил ему, ну, давай, 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 он говорит, и Сашка говорит, я не могу, у меня не было сил, он говорит, я вспылил и даже, по-моему, по него швырнул нож какой-то в бутафорский, который воткнулся. И Гончаров с тех пор стал говорить, работая с артистами, употреблял вот этот пример, он говорит, вы мне неинтересны при нормальной температуре, мне интересно при температуре 38. Ну, это вот такое было, такое, отеческое, что ли, такое воспитание, вот такое. А так, чтобы кричал, рвал там, я не знаю, голосовые связки, такого вот, я не припомню, чтобы он так, он вообще на него большую ставку делал, как на актера. А ради красоты это не талант? Она же вульгар. Дебют на на. Это и есть триумф женщины. Не съел. Он действительно был очень талантливый актер. Вот я помню спектакль Молва, да, я там тоже работала. Он так играл, просто, вот глаз не отвести, знаете, вот. Революцию защищать от едет? От кого это интересно защищать? От всех, кто ее растаскивает, как отслуживший свою баррикаду. Ну, вот сейчас попробуем восстановить картину, то есть зайти в гримерку, в которой Саша гримировался, ну, с тех пор, наверное, как и пришел в театр. Зайдем, посмотрим. О, включили трансляцию, это готовится к спектаклю. Да, я сделаю потише. Здесь стояли четыре стола, но вот эти четыре актера были все заняты в одном легендарном спектакле, который назывался «Молва». И вот здесь стоял Сашкин столик. У Саши была там главная роль. Отправдайте в колене! Звучал выстрел, Саша, значит, там погибает на сцене, идут аплодисменты, а эти актеры уже, уже, значит, поклонились здесь в гримерке. И, значит, разлить всем по 50 грамм водочки и положить в бутербродик. Всегда у него в гримерке собиралась компания, потому что любое застолье в компании с Сашей это всегда было не продолжение спектакля, это был отдельный спектакль. Еще одним уникальным талантом Александра Фатюшина было умение дружить. Ночью позвонил, мне нужно было, у него была машина, у меня что-то сломалась машина, и он без разговоров подскочил, взял меня на буксир, дотащил до дома, и он этим славился. В каждой жизни есть свои ситуации. Достаточно допустим не материально помочь, а просто словом просто приехать, поддержать, поговорить, потому что все-таки я жил один. Правильно же, есть были ситуации, когда там плохо сыграл, в общем, настроение плохое. Естественно, человек мог приехать и, в общем-то, уделить мне внимание и помочь вот именно добрым словом. Это, наверное, больше устоит, чем другие какие-то тоже помощи. Когда у Вячеслава Фетисова начались серьезные проблемы с властями в связи с выездом за рубеж... Многие друзья просто, ну, отвернулись, испугались, я понимаю, это касалось жизни людей, их перспектив, и я их не осуждаю, но не так много друзей, которые стали рядом. Один из них как раз был Саша, и я, конечно, не забуду, и считаю, что для дружбы, для друга вот в такой момент стать рядом, это, ну, нужно иметь и силу, и гражданскую какую-то позицию, но самое главное иметь, в общем, стержень такой мужской. И как настоящий мужчина Фатюшин любил совершать красивые и безумные поступки. Одна история произошла за несколько часов до Нового года. Уже время к девяти его нету, я паниковать начинаю, я не понимаю, что происходит, я начинаю злиться. В начале двенадцатого звонок в дверь, я открываю дверь, стоит Саша, очень на веселе, наперекосяк шапка, меня вот так все трясет, я уже готовлюсь к прыжку, и тут он мне сует какой-то кулек из газеты такой мятой, газета какая-то завернутая, я хватаю этот кулек, разрываю его на части и разрываю эту газету, а там букет белой сирени. И вот те перепады, я говорю, вот эти по-тюшински, когда вдруг от какого-то невыносимого ужаса вдруг в какое-то неземное счастье впадаешь, вот это, наверное, вот такая иллюстрация моей семейной жизни. По хозяйству, в быту он не мог делать ничего. любимые у него инструменты, моток скотча, ну и в лучшем случае молоток, потому что если что-то отламывалось, он перематывал скотчем, а если что-то где-то не сходилось что-то во что-то, это надо ударить молотком, если оно разлетело, значит выкинуть на помойку, значит это все плохо. Фатюшин был настоящим мужчиной и никогда не жаловался. Гусар парень лихой и бравый и в кино у него была амплуа, эталон здоровья. Взвод, бегом, марш! И при этом Саша никогда не говорил никому о своих болячках, в том числе у него давно была ишемическая болезнь сердца, у него была проблема со слухом, но когда он говорил громко, все думали, о какой бравый парень. А однажды бравый парень даже на спор прыгнул с парашютом. Друзья восхищались его смелостью, подшучивали, говоря, но ты отчаянный, а если бы парашют не раскрылся? Фатюшин тихо прошептал на ухо жене, а мне все равно. Одно могу сказать, то, что он наплевательски относился к своему здоровью, этого у него было. Он не мог долго в больнице лежать, воспаление легких. Вот он положит его в больницу, вот он выдержит укол неделю, он сбегает из этой больницы. Лена пыталась повлиять на мужа, защитить его и заставить серьезно заняться своим здоровьем. Но мешала большая разница в возрасте и непререкаемый авторитет Фатюшина. Как я могла на него влиять, если я даже не могла ему шарфик повязать, когда он шел расхристанный с такими легкими? В воспалении легких. Надо вылежать в воспалении легких. Куда мчаться? Ничего не слушал, выхозил. И бедная Лена, и что она говорит, ну пожалуйста, я умоляю тебе, ой, ну как же так, нет, я пойду, я пойду, я пошел. И все рвалось в бой, в бой, в бой, в работу, в работу, в работу, в работу. И откуда же такая борзая нарисовалась-то? Чего? Через плечо. Давай. А? Иду. Расцвет актерского таланта Александра Фатюшина пришелся на время глобальных перемен в стране. Я в долгу не останусь. Руки! Ой. Мыла. Шутка юмора. Вот грянула эта перестройка и нужно было что-то менять всем. И все резко поменялись. И все стали знать, как жить. И все говорили, ай-яй-яй, Фатюшин, ты не так живешь, сейчас так нельзя. А он не понимал, не хотел и не мог повернуть и поменять и стать другим. И вдруг полюбить то, что он не любил, и белое называть черным. Синь не пережил, когда все эти стрессы происходили. Спрашивал, в чем дело. Да, Горислав, все будет нормально. Вот так доносились для меня слухи, что не очень хороши его дела и что они, так сказать, злоупотребляют. Но, честно говоря, меня это не очень пугало всегда. Я знал, что люди выруливают, что талант его заставят переписать жизнь. Фатюшин не раз пытался остановиться и начать все заново. Но самым большим препятствием на этом пути стала, как ни парадоксально, народная любовь. При том, что это было громадным плюсом, это было минусом. в нашем обществе это означает раз свой, значит, пошли, выпьем, ну что ты нас не уважаешь? Ну, одну-то ремочку за себя можно. Люди подходят всегда, давай выпьем пивка, шампанское, а то если получается, что ты один, а люди постоянно подходят. Иногда нужно сказать себе стоп, ну, Сань, наверное, хватит уже, все-таки же предел здоровья, какого-то потенциала, он же есть. Я говорю, ну, ты же сильный мужик, ты успешный, ты красивый, тебя любит, уважает. Все, Слав, все, завязываю, все, я тебе обещаю. Все ангично. Вдруг глаза открылись, как я живу, что я делаю. Я ведь в прошлом сезоне ни одного хоккей не видел. Твердо решил, завязываю. Мало кто знает, что Владимир Меньшов в последний момент решил изменить судьбу хоккеиста Гурина. Рой заканчивал вполне определенно. Так сказать, он, вот он приехал, он завязал, он пытается начать новую жизнь, но знающий его более чем хорошо Людмила понимает, что ни черта из этого не первый уже раз. бросьте его хоронить. Как не верится, что это с ним навсегда. Ой, Катя, я сама так долго думала. Сколько его по врачам таскала, сколько просила, сколько слез пролила. А, все, без пользы. Так оно и в финале было, он приходил уже сильно пьяный с каким-то собутыльником, который кричал там, Людка, еще три рубля на ровного счета одолжи. Она говорила подругам, ну, что я говорил. Значит, был такой финал. Но руководство Мосфильма вдруг за... Ну, да, ну, зачем вы так? Буквально, как зрители они заговорили. Ну, зачем вы? Ну, дайте надежду. Ну, пусть парень поднимет. Ну, что вы им так на нем крест так сказать ставьте? Буквально, как такие жалостливые бабки заговорили и уговорили меня убрать этот финал. Что неправильно, конечно, был бы более жесткий и точный финал. Что, уезжаешь-то? Да, в свой город. Хватит, напаловался. Они меня давно зовут. Люся, я там тебе деньги должен, я тебе с первой же зарплаты вышлю. Да и мне его жаль, конечно, чтобы он... Хотелось бы, чтобы он поднялся, чтобы он еще спасся. Но жизнь не кино. Фатюшин все чаще задумывается о смерти. О смерти он всегда говорил, всегда очень браво, потом немножко поздержаннее, потом немножко осторожней. И за два месяца он даже оделся и пошел в церковь. Он сказал, я хочу исповедоваться. Александр Фатюшин ушел из жизни 6 апреля 2003-го. Ему было 52 года. И упорно продолжает думать, что Саша Фатюшин умер от беспроводного пьянства. Я просто говорю, что Саша Фатюшин умер от осложнения после воспаления легких. Потому что он накануне говорит, я все-таки пойду к врачу, у меня болит грудь, я не долечился. А это уже были боли в сердце. С любимым актером прощалась вся страна. Его друзья, спортсмены, придумали красивую легенду. Сердце Фатюшина остановилось, когда Спартак, за которым болел всю жизнь, проиграл. Конечно, жалко. Обычно уходят такие ребята, добрые, настоящие. Даже больно как-то вспоминать, потому что знаете, прямо перед глазами человек стоит. И вот такой Саша в моей памяти он всегда таким и останется. Незадолго до смерти Фатюшин написал эти строки. Не надо слов, я вас уже не слышу, а просто помолчите на прощание. Молчание сохранит и мой покой. Это не просьба, это завещание. Ну вот мне становится теплее от того, что я думаю, что сколько было отпущено Саше, на что он потратил это время. Красиво скажу, но скажу точно, свои отпущенные годы Саша Фатюшин потратил на жизнь. Фатюшин Фатюшин